Наши гости, а вернее гости, это участница проекта «Мамина радость, папина гордость», который победоносно продолжается в программе «Утренний кофе». И, дорогие друзья, послушайте аплодисментами Анастасии Штуренковой, а Насте 8 лет. Доброе утро! Настя, доброе утро! Доброе утро! А, Настя, с каким сегодня талантом ты к нам пришла, чем нас будешь радовать? Я буду вас радовать песней. Песней. Ну, я знаю, что помимо вокала ты еще много чем занимаешься. Расскажи вообще о себе. Что ты еще любишь, что еще делаешь обычно? Я люблю заниматься волейболом, люблю учиться в школе. На пятерки учишь? Только пятерки? Да. Молодец. Так, а тебе надо сегодня школу? У вас еще каникулы или как там у вас? Меня сегодня отказали от школы. Прям вот дали справку Насте Штуренкова в школу может не ходить, потому что она идет на телевидении участвовать в конкурсе. Как тебе повезло. Здорово. Здорово. Настюш, давай прямо сейчас споешь для нас песню свою. Что это будет за песня? Это будет улыбчивая песенка. Ой, слушай, давай, вот нам иногда не хватает хороших улыбчивых песен. Пожалуйста, включите нам фонограмму, а Настя нам сейчас продемонстрирует свой вокальный талант. Поехали. Однажды по лесу гулял, веселый, добрый гном. Букет ромашек собирал и пел о том, о сё. Он пел о том, что поутру кувшинка расцвела. И песенка у гномика улыбчивая была. Ла-ла, 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 улыбчивая была. Ла-ла, ла-ла, улыбчивая была. Услышав песенки мотив, кушка тут-ка тут. Ему решила подпевать ку-ку-ку-ку-ку. Проворный дятел застучал по дереву тук-тук. И песенка у гномика запели все вокруг. Тук-тук, 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 запели все вокруг. Тук-тук, тук-тук, запели все вокруг. Иди по свету, песенка про счастье и мечту. Про небо и про радугу, добро и красоту. О том, что в сказочном лесу живет веселый гном. Улыбчивую песенку мы вам сейчас поем. Спасибо, прекрасная песня. Мне просто нравится, когда дети поют детские песни. Когда дети приходят и начинают взрослый, принять счастливую любовь. А у тебя вот само то. Скажи, ты так здорово поешь, ты сама училась. Кто тебя научил? Или ты можешь заниматься в студию специальную вокальную? Меня научились в садика петь. Меня сначала там учила Марина Александровна. А потом я перешла в группу «Талисман», где победила Дарья Антония «Голос». Видишь, как важно с самого детства попасть в нужный детский сад. У меня не было никакой Марины Александровны. Я до сих пор пою, боже, ужас какой ужас. Я слышал, как ты поешь нормально. Я знаю, что ты еще стихотворение хотела нам рассказать. Давай рассказывай. Человек без улыбки – это струны без крыльпки. Это море без чая. Это дом без хозяйки. Это кот без хвоста. Это хвост без кота. Улыбайтесь всегда и удачного дня. Прекрасное стихотворение. И это просто отличное пожелание. И песня у тебя про улыбку, и стихотворение про улыбку, и сама ты крайне улыбчивая, приятная девочка. Настя, большое спасибо, что ты была с нами. И я предлагаю тебе развивать все свои таланты. Я думаю, что это будет здорово. Да, мы желаем тебе успехов, удачи. И напоминаем, что с понедельника по четверг мы вас, наши дорогие телезрители, знакомим с участниками проекта «Мами на радость, папина гордость». А в пятницу вы сможете за них проголосовать. То есть буквально завтра с 6.30 утра откроется голосование за наших участников, которые приходили к нам на этой неделе. Четыре участника, и, соответственно, ваша возможность выразить как-то свою симпатию по отношению к одному из них. Ну, допустим, к Насте. Да, например, к Насте. Не споряется вам всего. Ну, и, конечно же, давай напомним про призы. Ты человек, который займет первое место в нашем конкурсе, получит большой сертификат в Дримленд на 10 тысяч рублей. Это такой прекрасный детский развлекательный конкурс, комплекс. Ребенок, который займет второе место, получит большую семейную фотосессию в подарок, но за третье место... Ну, и третье у нас такой большой, такой глобальный сладкий подарок. А вообще, друзья, вот вся эта история под названием «Мамина радость, папина гордость», она все время продолжается, продолжается, хотя мы не хотели так затягивать, но столько заявок, столько желающих принять участие, что мы, друзья, пока еще вот находимся на стадии ознакомления. А скоро пойдут отборочные этапы, и, в общем, до церемонии награждения еще, конечно, далеко. Ну, и надеюсь, что каждую неделю вы с удовольствием напряженно следите за развитием событий в этой нашей истории. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...